Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. За истекшие сутки в Тверской области подтвердили еще 37 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, в нашем регионе общее число официально подтвержденных случаев сейчас 188. И как нам только что сообщили из пресс-службы регионального правительства, 12 человек выздоровели, а остальные изолированные находятся под неусыпным наблюдением медиков. Но, как видите, пока что число выявленных случаев значительно превосходит число выздоровевших, поэтому говорить о преодолении пандемии еще, конечно же, очень и очень рано, что должно заставить нас мобилизоваться, а не расслабляться. Кроме того, на коронавирус в регионе в настоящее время обследовано более 12 300 человек, включая лабораторные обследования в отношении более чем 260 медиков. Теперь хочу сказать о полезном в условиях борьбы с пандемией нововведении. На сайте правительства Тверской области в рубрике «Стоп коронавирус» появилась карта заболеваемости по районам Тверской области. За минувшие сутки новые случаи заражения на ней отмечены в 10 районах области. Больше всего в Твери, и это и понятно, 12 случаев, на втором месте Конаковский район, 11. Заметьте. Вообще трудно не заметить, что число зараженных в основном больше в тех районах, которые ближе к столичному региону. И это понятно, так как и Москва, и Московская область сейчас лидируют по количеству выявленных случаев инфицирования COVID-19. И это еще раз подтверждает, что самоизоляция, ограничение контактов с потенциальными носителями вируса на первом месте среди мер профилактики. Теперь несколько слов о грядущем. Завтра наступит главный православный праздник – Светлое Христово Воскресение – Пасха. И вот впервые, ну, по крайней мере, на моей памяти, жителям Тверской области не рекомендовано посещать кладбище из-за коронавируса. Кстати, сами священники говорят, что на Пасху и Радоницу посещать кладбище опасно для здоровья, да и незачем. Ну, в условиях развития коронавируса, как я уже сказал. С точки зрения церкви, это не является обязательным обрядом, ибо вербное воскресенье и Пасха – праздники для живых, в первую очередь. А помянуть усопших всегда можно и через молитву, а можно заказать службу. Бывает и так, что родственники разъезжаются, например, по другим регионам и даже странам, а уход за захоронением осуществляют в таких случаях дистанционно, через знакомых или специальные организации. Но ведь самое-то главное – это память, светлая и благодарная. И уж, конечно, никто вас не осудит, если, исходя из соображений безопасности и предотвращения инфицирования, вы посетите Погост в другие дни. Ну, и в завершении этой темы хочется сказать о хорошем. Всех, кто желает посмотреть на нашем канале «Пасхальное богослужение», я приглашаю сделать это завтра в 23.30. Мы будем ретранслировать в нашем эфире прямое включение из Храма Христа Спасителя. Так что всем желаю мира, добра и спасительного благоразумия. До встречи в понедельник.